Светлана Тесленко 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 Ну и, наконец, есть 30% нашего населения, которые уже встретились с этим вирусом. И можно сказать, что 16% уже имеют напряженный иммунитет к этому варианту вируса. Что такое напряженный иммунитет? Напряженный иммунитет, то есть они будут защищены сегодня, защищены. И не точно, мы знаем, не заболеют в условиях эпидемического распространения. Это даже тот, кто не привит? Даже тот, кто не привит. Вот как интересно. А ведь считается, что гриппу иммунитет не может возникнуть. Он, понимаете, формируется не просто за какой-то один год, но происходит густирование. То есть встреча с вирусом происходит постоянно. И происходит нарастание титров этих антител в защитном хорошем уровне. Поэтому мы сегодня по сирологическим наблюдениям видим, что такая когорта населения существует. И точно мы можем сказать, что они бывают не защищены. Тем более, что для вакцинации нами рассчитан сегодня тот уровень. Это 26% населения. Это не все городское население, а всего лишь 26%, которые будут наиболее уязвимы для эпидемического распространения. Это так называемые группы повышенного риска. Это дети. Это прежде всего все дети. Это лица старшего возраста, старше 60 лет. Это, наконец, те сотрудники детских образовательных учреждений, педагоги и медицинские работники, которые связаны непосредственно с обслуживанием детей. Мы принимаем вопрос от Елены. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос в гости непосредственно. А каким образом заранее узнаете вы о том, что какие вирусы гриппа будут присутствовать на территории, таким образом уже и вакцина подбирается? А может быть, будут совершенно другие штаны? Дело в том, что наша эпидемия, она повторяется той эпидемией гриппа и Орвей, которая состоялась уже в Южном полушарии. То есть она как бы идет к нам постепенно. Да, она идет к нам с Востока. И поэтому приходящие вирусы мы можем очень четко даже проследить. И наш многолетний опыт еще раз подтверждает, что те вирусы, которые там циркулировали, они начинают циркулировать и на нашей территории. То есть с приходом определенных температур, то есть распространение идет именно оттуда. Да, существуют очень четкие биологические закономерности. Например, мы были не готовы к птичьему варианту вируса гриппа. Но при консультации наших зоологов и ряд специалистов, экологов университета, которые точно дали нам такой факт установленный, что южные птицы, среди которых будет выявляться вирус птичьего варианта, они не долетают до нашей территории. Поэтому мы с уверенностью говорим, что сегодня птичий вариант вируса гриппа, он не опасен для наших жителей и для нас, потому что таковы климатические условия. Скажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день меры профилактики может предпринять житель нашего города? Я имею в виду, может быть, это будут иммуномодуляторы или какие-то противовирусные препараты. Но профилактического действия, что же на сегодняшний день можно предпринять, чтобы, опять же, не оказаться в числе заболевших? Ну, среди всех европейских программ, которые направлены на профилактику, на упреждение заболеваемости гриппом, встречается это ключевой момент, прежде всего, вакцинация. И Всемирная организация здравоохранения говорит, что есть чистая вода и есть вакцинация. Эти два фактора, которые обеспечивают нам, увеличивают продолжительность прежде всего жизни. И мы сегодня видим, что, например, на примере сердечно-сосудистых заболеваний, каждый четвертый привитой житель, страдающий сердечно-сосудистой патологией, который привитой, он нет риска заболеть гриппом, нет возможных осложнений гриппом. Поэтому это очень важный фактор, который позволяет нам регулировать, прежде всего, у лиц старше 60 лет, имеющие сердечно-сосудистую патологию. Теперь очень важный момент, сегодня эта Всемирная организация здравоохранения ставит в стандарт оказания медицинской помощи вакцинацию против гриппа у лиц, которые имеют хроническое заболевание легких. Мы прививаем не всех. Хронические заболевания среди легких сегодня, они у нас сосчитаны. Их на территории города Перми 11,5 тысяч жителей. А это какие диагнозы? Это хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит. И вот этим пациентам сегодня и предлагается иммунизация для того, чтобы предупредить грозное осложнение гриппозную пневмонию. А вот в прошлом, нет, не в прошлом году, именно в начале этого года, в начале 2013 года было очень большое количество людей, которые перенесли пневмонию. Это было последствием гриппа или это что-то другое? Надо сказать, что по ситуации этого года мы видим, что переболело ровно 6% населения жителей города Перми, среди которых пневмонии наблюдались в основном среди лиц непривитых. Среди прививаемых групп населения пневмония не регистрировалась. Были явления хронического бронхита. Среди привитых мы наблюдали у 2% лиц, которые дали нам возможные вот такие осложнения гриппа. То есть можно сказать, что это причинно-следственная связь? Да, это четко нами показано и установлено, но зависимость четкая. Мы установили, что 2% жителей города Перми заболели и привиты, но мы установили, что они были привиты в продроме заболевания. К сожалению, у нас еще есть пациенты... Давайте по-русски. Это уже в начале заболевания, когда оно еще никак невозможно было диагностировать. Когда пациент приходит в поликлинику и говорит, что мне не хочется приходить дополнительно к вам, я имею небольшой ренит, который уже проходит, у меня температуры нет, я бы хотел привиться. И, как правило, вот эти пациенты дали нам возможные такие вот рисковые ситуации. Поэтому я говорю о том, что для прививки абсолютным показанием для вакцинации является абсолютно человек должен быть здоров. То есть у него должна быть нормальная температура и полное отсутствие всех респираторных проявлений инфекции. Федор Николаевич до нас дозвонился. Добрый вечер. Слушаем вас, Федор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вам вопрос. Вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что прививки необходимы? Зачем? Вы понимаете, что прививки сегодня побуждают наши вирусы перерабатываться. Мутировать. Мутировать. Вы знаете это прекрасно. То есть сколько мы не перебываем, то же самое происходит. Тихий гриф, свиной гриф, это биологическое оружие. Вы это тоже знаете. Федор Николаевич, большое спасибо за вопрос. Я так поняла, что речь идет о том, что поскольку вирусы все равно мутируют, они вынуждены пристраиваться к вакцинам, иначе они погибнут, а это нарушит биогиоциноз. Вот что вы можете сказать на это Федору Николаевичу? Спасибо.